Физики же, они были заложниками своего времени, и так как не было тогда развитых наук в современном понимании, они пытались... Опять научный догматизм. Вот не было тогда наук, поэтому они пытались какие-то свои теории создавать. А вот сейчас появились науки, и всё стало понятно, и всё стало очевидно, и всё открылось перед нашим взором прекрасным. Как же эти тупые стойки тогда наивные могли, ну, так вот, заложниками быть своего времени? Вот сейчас бы, если бы появилась полноценная нормальная школа стоицизма, которая бы занималась в том числе и физикой, и обладала какими-нибудь средствами, да, чтобы исследовать все предметы, которые она, ну, видит, наблюдает, она бы, конечно, ну, наверное, не смогла бы создать теории, очень похожие на те, которые были в древности. Ну, чушь, потому что смогла бы. Более того, ну, можно сказать, что мы можем обнаружить достаточное количество таких специалистов, которые, ну, типа, там, технари-не-технари, но они что-то знали по физике и что-то даже наблюдали, да, вот, исходя, ну, некоторые опыты даже видели, но при этом у них взгляды, отличающиеся от научных, вот, принципиально отличающиеся от научных. И это, с одной стороны, на мой взгляд, очень принципиально важно, то, что мы можем, в принципе, пройти достаточно стандартное образование, в котором преподносится авторитет науки нам, да, с одной стороны, и с другой стороны, вообще не верить в то, что, ну, в те трактовки, которые в науке существуют, и это иногда встречается. Конечно, таких людей нередко, там, Шизами называют, типа, Рыбникова, там, Нерыбникова, но это уже ваша проблема. Мир устроен очень сложно, если мы говорим про предсказание будущего. И пока мы не совершим какой-то поступок, мы не узнаем его результат. Поэтому, как мы с уверенностью можем говорить о том, что именно находится в нашей власти, а что нет? Давайте... А тут неожиданно неплохой тейк. Ну, мы с какой-то степенью вероятности можем, конечно, ну, то есть, тейк может ответить. Да, мы с какой-то степенью вероятности, с очень большой, можем предположить, что находится в нашей власти. Вот как-то так. Точно, конечно, об этом говорить не приходится, а тейк действительно неплохой. Мне нравится вот такая формулировка, потому что, ну, действительно, а что находится в нашей власти, а что это не находится в нашей власти. С другой стороны, когда мы задаемся такими вопросами, вопросами неожиданно, да, вдруг вы думаете, что вашей власти взять кредит и заработать миллион долларов и там всех наебать и победить. Просто нет, может быть это действительно вашей власти, может быть вы действительно с этой задачей справитесь, но чисто фактически может быть и нет. И более того, процент того, что нет, достаточно велик, особенно если вы не разбираетесь в бизнесе, это ваш первый бизнес, вы пытаетесь сделать что-то вообще впервые, вы никогда не пытались в это дело внедриться и соответственно и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот я по своему опыту скажу, что я пытался еще второй канал параллельно делать, по которому вы не знаете, ну про котика. Нихуя, короче, месяц нихуя, короче, нихуя не произошло. Все было оформлено топово, там, не знаю, камера круто сделана, ну, блядь, идея, конечно, странная, кринжовая, может быть, может быть, я не угадал тренды какие-то, еще что-то не так сделал, но ничего не получилось, вообще ничего не получилось, соответственно, по нулям просто. И вообще ни одного смотря, ладно, два смотрящих, может быть, и было, но вот как бы кринж, кринж-хуинж, короче, ничего не сработало. И вот, вроде бы у меня есть опыт в стриминге, да, но понятно, что я вообще на довольно маленькую аудиторию стримлю. Мне, кстати, не хватает некоторых навыков по пиару, я это действительно осознаю, то есть, да, мне бы менеджерских каких-нибудь способностей, задатков, как у там, у Росова какого-нибудь. Может быть, я бы и побольше сейчас подписчиков бы имел намного, но вот, соответственно, ну вот, соответственно, да, даже вроде бы вот я человек умудренный опытом-неопытом, но сделать канал со сравнимыми просмотрами даже, ну, со сравнимыми хотя бы в два раза меньше, у меня, в принципе, не получилось это сделать. И я думаю, много у кого так же, то есть, человек, который один раз выстрелил на ютубе, не факт, что он сможет выстрелить второй раз. Он сможет повысить вероятность того, что он, ну, выстрелит, да, что его так или иначе найдут те или иные вот эти вот самые ютуберские алгоритмы, но все равно не сто процентов. Возвратимся к примеру. Можно ли сказать, что настроение преподавателя находится нам неподвластным? Тут пока не проверишь, не узнаешь. Но проблема в том, что ты можешь сделать как лучше, так и хуже. Допустим, ты решил пошутить. И это может как помочь в твоей ситуации, и преподавателю понравится твоя шутка, она как-то разбавит атмосферу, у него появится улыбка и станет сдавать как-то попроще, он будет менее к тебе критично настроен. Тогда получается, что в том числе проблема заключается в том, что классические стойки скорее даже не приводили пример о том, что с кем-то там преподавателями и так далее, так далее, так далее, так далее. Но в данном случае все равно сама критика довольно интересная, потому что граница между вот этими двумя категориями, она действительно довольно размыта. Но с очень высокой вероятностью мы иногда можем предположить, что это impossible, вот невозможно, ну или очень сложно стать миллиардером за месяц. Ну типа может быть и можно там, знаете, там уйти в вебкам, и вдруг там тебя заметят, миллиарды просмотров сразу там, блядь, и тебе, короче, куча типсов нахуярят, просто тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, да? И ты миллиардер за один месяц, допустим, ну хуй его знает, всякое может быть, почему бы и нет. Станешь элитной, в общем, вебкамерской проституткой и миллиардером параллельно. А вероятнее всего нет, вероятнее всего нет. Ну и соответственно, мы уже можем предположить, что в моей власти, а что не в моей власти. Ну да ладно. В смысле и от тебя зависит настроение преподавателя, потому что своим поступком ты повлиял на него. Но можно и усугубить ситуацию, если шутка будет непонятно или неуместно. И ты сделаешь себе только хуже, потому что преподаватель будет более строго к тебе относиться. Поэтому пока ты не совершишь какое-либо действие, ты не можешь быть уверен в том, что сделал все, что подвластно тебе. Поэтому самое неясное в этой идее это как правильно разделить вещи на то, какие... Не, ну еще раз подчеркну, что в большинстве случаев понятно, что подвластно, а что не подвластно, что в большей степени подвластно, что в меньшей степени подвластно. Вот преподаватель в меньшей степени нам подвластен, чем мы сами, ну очевидно. На 100% понятно, потому что мы можем как пошутить, так и не пошутить и вообще не знать, что там произойдет с этим преподавателем, да. Может быть, мы ему скажем, преподаватель, вот тебе шутка, он такой, хо-хо-хо-хо-хо, ну и пидорас же ты, и бан тебе сразу, и да, и все, и конец. То есть преподаватели, вот опять же, да, оказывается, для нас получается, опять же, неподвластен, или в меньшей степени подвластен, с меньшей вероятностью. Именно ввиду того, что его поведение сложнее предсказать, чем, например, наше собственное, нам же самим. Но, с другой стороны, если мы преподавателя хорошо знаем, если мы знаем, какие шутки он любит, а может быть, он еще взятки берет, там еще что-то, ну, можно на него действительно повлиять. Но здесь уже надо действительно самому оценивать. И тебе подвластны, а какие нет? Окончательно ты этого никогда не знаешь, потому что проверить это можно только на опыте, делая конкретные действия. Но ты можешь либо бояться сделать что-то из-за возможных негативных последствий, либо даже не подумать о том, что ты мог что-то сделать для исправления ситуации. И может оказаться, что в твоей власти было изменить что-либо, но ты до этого не догадался и не смог это изменить. На том же экзамене ты мог не подумать о выборе удобной для тебя парты, а в зависимости, на какой парте ты сидишь, списать может быть либо легче, либо сложнее. И тогда... Согласен. Если мы задаем вопрос, сделал ли ты все, что мог, ты можешь сказать, что да, я сделал все, что мог, но ты не... Но тут нюанс скорее про самочувствие. Автор немножко не туда почему-то заводит, как бы, свою аргументацию. Просто потому что для стойка важно то, как ты сам себя чувствуешь, там, счастлив или несчастлив. Если тебе кажется, что ты сделал достаточно много и не беспокоишься о том, что ты не сделал, этого для стойка уже просто, ну, вполне. Более чем. То есть автор пытается по сути трактовать, но здесь как бы надо трактовать по внутренним феноменам. Вот если бы, вот если бы, да, вот эта методология не приводила тебя к тому, что ты становишься более равнодушен к тому, что с тобой случается, да, тогда эта методология была бы плохой по своим собственным критериям. То есть, ну, она же приводит к этому. Вот от меня не зависит поведение преподавателя, я, допустим, считаю. Ну, я прихожу, сдаю, ну, допустим, сдаю на тройку. Ну, так вот говорю, ну, преподаватель, мудак, всё понятно, бывает. От меня это не зависело. Я вроде неплохо подготовился. Я сделал всё, что мог, соответственно. Всё, до свидания. И я после об этом не парюсь, у меня это не вызывает отрицательных эмоций, и этого более чем достаточно для того, чтобы поставить плюс данному параметру. Да, в каждой новой ситуации ты можешь предопределять, что зависит от тебя, а что нет. Ты никогда этого до конца знать не будешь. И тогда выходит, что либо ты должен забить на всё, но тогда ты теряешь власть и над тем, что можешь изменить. Либо постоянно думать, а всё ли я сделал, что мог, и постепенно сходить с ума, так как ответа ты всё равно не узнаешь. Выходит, если разделение вещей на подконтрольные и бесконтрольные должны были избавить нас от страдания и переживаний... Ну, не, я не думаю, что они по факту, стоиков, каким-то образом приводят к увеличению беспокойства. Наоборот, беспокойства и переживаний просто меньше становится. Ну и всё. Просто люди каким-то образом рандомно разделяют вещи на подконтрольные и бесконтрольные. Как бы они сильно в данном случае не заблуждались, с точки зрения их поведения и ощущения, скорее всего, это повлияет довольно хорошо и позитивно, если в одном случае проблема может быть только одна. Если вы взяли, если вы считаете, что подконтрольные, сильно много вещей, считайте подконтрольными вам. Чем больше вещей вы считаете бесконтрольными, тем морально вам будет на самом деле проще в итоге. Тем вы понимаете, что как можно меньше от вас зависит, от меня не зависит поведение преподавателя. Подконтрольные я могу подготовиться к экзамену, но я же не могу уговорить преподавателя, пошутить, вероятность мала и так далее. И так далее, так далее. То есть, тут как раз вот мудрость не мудрость, но чем больше вещей вы отнесёте к подконтрольным, тем лучше. Чем меньше вещей будут подконтрольными, тем легче даже это осмыслять будет и с ними работать. Ну, в остальном всё. Единственное тотальное неудовольствие здесь заключается лишь в одном случае, если вы считаете огромное количество вещей подконтрольными вам. И автор, к сожалению, раскрывает эту тему немножко в другом и всего остального. Безусловно, человек обладает мышлением и может сам анализировать события, но анализ событий строится относительно какого-то критерия. Например, по новостям ты узнал о повышении цен на еду, и чтобы сформировать своё мнение насчёт этого события, у тебя должен быть какой-то критерий, с помощью которого ты будешь оценивать это событие. Так как само по себе это действие не плохое, не хорошее, это просто данность. Ну, кстати, я здесь с автором, наверное, кого-то от себя бы согласился, что наше мнение от нас не очень сильно зависит. Ну, до того, как мы станем абсолютными скептиками и освободимся от мнений, наше мнение от нас практически вообще не зависит. То есть, они буквально нами управляют. Да, задаются заранее критерии, которые придумали не мы. Нам дают методологию, которые тоже придумали не мы на самом деле. Нам дают определённые инструменты мышления, которые тоже придумали не мы, и мы их не проверяли, и чаще всего даже проверить не можем. Вот кому-то дали методологию науки, и он такой, о, методология науки, давайте я ей буду работать. И человек не может её проверить, потому что не он её изобретал, он её даже не исследовал, он просто получил готовый инструмент, и он с ним, в общем-то, работает. Единственное, что ему остаётся, работать в рамках этого инструментария и защищать этот инструментарий, потому что без этого инструментария, ну, у него большая часть его мнения и позиции развалится, как карточный домик. К сожалению. Докс, да, только получается, ну, из примеров мы можем обнаружить, что именно философ создаёт новые мнения, новые позиции, проявляют некую такую уникальность, некую способность выбирать и создавать новые мнения. Большинство людей, наоборот, просто принимают пассивно то, что имеют. Там в школе учатся, принимают пассивно науку, в христианство, там рядом находится храм, бабушка их туда водит, пассивно принимают христианство. Иногда вдруг им попался, не знаю, под обзор, там, не знаю, текст Докинза, и вдруг оказывается, что большинство детей, там, в их окружении тоже подписаны на паблик атеисты, они становятся атеистами, там, и вот так далее, так далее, так далее. Я, конечно, всё очень упрощённо описываю, но если сложно это развернуть, оно как-то вот так вот и работает. Качество пищи, меняется и наше тело. Понятное дело, оно не под нашим полным контролем. Мы не контролируем высыпание прыщей на коже. Но если мы оптимизируем наше питание и уход за кожей, то прыщи, если и не уйдут полностью, то их станет меньше. Имущество, конечно, оно может... Не, ну, здесь с телом согласен. Типа, мы можем влиять на многое в теле, но на многое влиять мы, в принципе, не особо можем. С другой стороны, если мы сильно убедимся в том, что мы не можем влиять на тело вообще, и, например, не будем пользоваться даже услугами медиков, скорее всего, мы сдохнем значительно раньше. Из этого следует, да, что абсолютизировать данный принцип стоицизма, который у эпиктета был изложен, не надо. Но, с другой стороны, если у вас какое-то неизлечимое заболевание появилось, и вы не вполне были, ну, как бы, вы не вполне могли на это повлиять. Просто, ну, не надо переживать, ну, допустим, у вас появился спид, хотя вы вроде ни с кем не спали, допустим, получили спид каким-то, ну, неполовым путем. Вот, там, иголкой, допустим, когда вы к врачу пришли, врач вас наебал иглой той же самой, уколол сначала спидозника, а потом вас. Ну, допустим, вы никак не могли особо на это повлиять, а если и могли, вы, наверное, пророком должны быть, чтобы на это повлиять. Так вот. Ну, и, соответственно, вам нет смысла переживать из-за вашего ВИЧа, делайте все, что можете, ну, как бы, проходите определенную терапию, и не особо за этот на отсчет переживайте, проживайте свою жизнь с минимумом тревогой, и, типа, вот-вот-вот в этом стоицизм будет. А не в том, что вы будете пытаться или не пытаться, там, что-то предугадать в своем теле, хотя это нормальная ситуация. И какие аргументы можно предъявить человеку, который скажет тебе, что справедливость есть, и она идет от Бога? А как это проверить? Как это доказать? Объяснить? Никак. Не, я здесь солидарен. Только верить в это. Но это уже подход религиозный, и отход... Ну, не, а почему? Философский тоже. То есть, наличие убеждений, ничем не обоснованных, свойственно огромному количеству религиозных учений, и это просто обычная норма, с которой приходится сталкиваться. Просто люди, когда ты их обычно сталкиваешь с теми убеждениями, которые у них не доказаны, начинают очень сильно злиться и кукарекать, и им очень плохо становится. Ну, например, когда ты повествуешь в среде аналитических мыслителей о том, что логика, по сути, ну, догматична, что это сомнительный инструмент, ну, ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, например, начинается сразу, неожиданно. Или когда ты повествуешь в среде, собственно, сиентистов, что научный метод сомнителен, что в научном методе есть очень смелые допущения, которые никак никем не доказаны и не проверены, и, возможно, даже не могут быть доказаны и проверены. Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко, короче, с кучей агрессии нередко, с обвинениями. Ну, потому что, знаете, иногда мы доходим до такой степени дискуссии, что дальше либо, ну, как бы ты признаешь, да, это действительно моя догма, я в это верю, либо пытаешься оскорбить оппонента. К сожалению, когда речь идет о практически всех моих оппонентах в интернете, но оно вот так вот и заканчивается, просто потому что мы приходим к их крайней догме, и они не хотят признавать, что это просто убеждение, которое строится на иррациональных посылках. То есть вообще без посылок, точнее, да, точнее говоря, вообще без посылок. Начинаются там всякие, это интуитивно, понятно и очевидно, там и прочая хуйня, которая, ну, на самом деле означает, я это принимаю без каких-либо доказательств. И более того, я этих доказательств даже особо и не искал, и мне, честно говоря, похуй, похуй на доказательства. Тебе не похуй, а мне похуй. Вот и контраргументация вся в целом. А, с дальнейшими нередко еще и оскорблениями в адрес оппонента. Вот такая вот, как бы, тема. Вот. Так что, насколько вообще философский и научный подход отличный, в кавычках, от религиозного? Ну, по стилистике может быть только, по стилистике даже ритуалов, потому что в каждой философской школе и в науке имеются и традиции определенные, и ритуалы, и догмы, и убеждения, и так далее. Ну, правда, в науке нету такой вещи, как христианская вера. Но, с другой стороны, я ради справедливости отмечу, что ни в одной другой религии, кроме христианства, нет такой вещи, как христианская вера. Да, собственно, вот с разделением на веру и знания, там, и так далее, и так далее, и так далее. Для большинства людей во всем мире их религиозные, там, в кавычках, и философские, в кавычках, представления, это всегда знания. А для христиан это вдруг все делится на веру и знания. Короче, у христиан здесь очень особенный подход. Вот, если мы понимаем веру именно в христианском, в кавычках, в религиозном смысле, то оказывается, что у большинства религий несколько иной подход к определению своих, в общем-то, убеждений. Да. Стоит отметить, что я разбираю именно современную версию стоицизма, поэтому здесь я уже с полной уверенностью могу спрашивать про справедливость, совесть, мудрость и другие понятия, которые остаются без должного объяснения. Потому что если в Древней Греции и Риме было другое видение мира, другое его понимание, то нельзя воспринимать все идеи с позиции современности и говорить, что... Нет, с другой стороны, огромное количество текстов-стоиков просто не дошло до нас, что принципиально важно. То есть мы не можем предъявлять стоикам за то, что у них чего-то там нет, какие-то определения не даны, просто потому что, может быть, они и были даны, может быть, вообще все было хорошо и как-то нормально, но, блядь, просто у нас текстов нет соответствующих. Может быть, люди, которые в древности опирались на те стоические положения, они как бы... У них уже были эти тексты, и все эти тексты были на ходу, и все их знали, да, вот, пишет ценника какой-то текст и не дает определения какой-то добродетели. Ну, вероятно, возможно, во времена этого мыслителя были тексты-стоиков, достаточно древние в том числе, которые, ну, просто все могли прочитать и эти определения там достать, и типа, ну, а нахуя тогда умножать определения. А сейчас, да, непонятно. Глупости какие-то сказали, так как мышление у людей было другое. Но если идея сохраняется до наших дней и претендует на звание актуальной и рабочей идеи, то она должна расширяться и соответствовать современным вопросам и пытаться отвечать на них. Ну, другого автора... Не, ну, просто тут даже кое-что важное имеется, то что, да, если у вас как бы нету конкретных там и точных определений, допустим, и вы за логику одновременно с этим, то, наверное, неплохо было бы в рамках уже существующего учения их так или иначе приобрести. Вы не можете просто орудовать дешевыми определениями, вам нужно будет их формировать, потому что иначе непонятно как. Если вот у древних стойков есть объяснение, тексты большинства этих древних стойков просто до нас не дошли, а тех, которые дошли, но, может быть, все это было уже... Может, тексты древние, более древние, чем вот тексты этих авторов уже существовали у этих авторов, да, и они могли сразу сказать, ты почитай. В общем-то, Хрисипа почитай, вот он тебе понравится. То сейчас надо многие вещи реконструировать и объяснять. Скорее всего, это тоже делается. Спокойной ночи, Владислав. Просто в пабликах вот этих на ютубах и так далее, так далее, так далее, ну, просто не показывается, к сожалению. Потому что, скорее всего, есть попытки реконструкции старых взглядов, достаточно подробные. В академической среде, ну, почти наверняка, и даже русские статьи, скорее всего, по этой теме существуют. С очень большой вероятностью мы можем на них натолкнуться, скорее всего. Но тут, опять же, да, наверное, я понял, в чем большой, самый большой парадокс данного автора. Он пытается критиковать в кавычках современный стоицизм, но критикует буквально там три с половиной видео и там два с половиной паблика, с которыми он знакомый. Это большой минус. Потому что, скорее всего, в академической литературе действительно существуют неплохие способы рецепции стоицизма. Потому что стоицизм достаточно модное учение, скорее всего, да. Опять же, если оно модное, скорее всего, много фанатов и поклонников. Если много фанатов и поклонников, среди них, наверное, есть и академики, и PHD, и доктора философских наук, и кандидаты философских наук, которые с удовольствием эти, в общем-то, темы и прояснят, и как-то уточнят, и как-то вот по-особому к ним подойдут. Ввиду этого, ну, несколько странно говорить, что ты обсираешь весь современный стоицизм. Хотя он не сказал весь, но, наверное, это выглядит как будто бы как это подразумевается, что он весь, да. Вот. Вот очень забавно, что автор вроде бы начал с того, что он объявил. Я критикую буквально там два с половиной видео, там и три с половиной там пабликов, в которых изложена информация про стоицизм. А потом, такой, руки в боке, современный стоицизм употребляет словосочетание, которое звучит, ну, значительно больше по объему, чем то, что он реально опровергает. Нам же последователи современного стоицизма, и не люди, которые излагают его. Ну, кстати, да, я думаю, что проблема последователей современного стоицизма, как и вообще последователей почти всего чего угодно, то, что они, в общем-то, пролегли под науку и не хотят ничего больше разрабатывать, делать, хотят сказать, не, ну, вот оно, конечно, так, как ученые сказали, разбирать мы это не будем, да. Но вот у нас есть что еще вставить, вот, стоицизм, этику мы сохраняем. Хотя этика утрачивает уже аргументацию, исходя из физики и логики в таком случае, ну, похуй просто теперь на нее. Теперь просто этика сама по себе остается, что не очень круто. С другой стороны, там еще что-то утрачивается, ну, и остается недоучение, которое вынуждено подчиняться, собственно, великой матушке науке, что странно. В античности, когда был плюрализм, когда была возможность развивать разные подходы, ну, было прекрасно, на мой взгляд. Можно было много чего сделать. Можно было развивать разные исследовательские подходы и, в общем-то, пытаться доказывать свои теории. Счастье — это состояние человека по отношению к миру, когда он достиг максимального удовлетворения жизни. И достигается счастье тогда, когда мы невозмутимы и независимы от внешнего мира. Внутри нас спокойствие, невозмутимость, мы не подчинены страстям. И на страстях мы остановимся. Страсти — это то, что движет человеком в поступках, когда он не опирается на разум. Страстей выделяется очень много. Это зависть, соперничество, ревность, беспокойство, печаль, плач, страх, стыд, гнев, ярость, вражда, тоска, злоба и другие. Но чем страсти так плохи? Они овладевают человеком, и человек превращается в зависимого, а не свободного. И сам страдает от своих страстей. Например, когда он злится, что кто-то там выиграл в казино, а не он сам. Из-за этого на днительном промежутке человек несчастен и зависим от чего-то. А настоящее счастье — это избавление от страстей и нахождение в состоянии безстрастия. Бороться со страстями можно через разумное мышление. И мы опять же упираемся в тупик, обозначенный ранее. Потому что критерии, на которые мы опираемся при разумном мышлении, то есть там справедливость, мудрость, они не работают. И что делать в жизни? И какие поступки совершать, если стоицизм не говорит про... Не, вообще-то да. То есть, в принципе, логика-то как она работает. Пиздить детей? Хорошо. Вася, ребёнок. Отпиздить Васю? Отличная работа, дело, прекрасное занятие. Вот логично. Логично ли? Логично. Ведь всё-таки сама по себе логика, она, ну, в принципе, может поместить в себя вообще всё, что угодно. Вообще любые утверждения, которые просто непротиворечивы. Да, если мы хотим создать непротиворечивую систему ценностей, она может быть вообще абсолютно любая. А когда речь идёт о морали, так вообще похуй. То есть, вам кто-то говорит, да, поступать жестоко к другим людям, там, бить их, унижать их и так далее, несправедливо. Вы бьёте и унижаете кого-то, вы поступаете несправедливо. Вы говорите, так, нет, я просто переформулирую посты, посылку, пиздить людей, унижать их и убивать справедливо. Я пизжу и убиваю людей, следовательно, я поступаю справедливо. Всё-всё хорошо. И в этом вся этика, которая базируется на чистой логике. И, как бы, конец. Лол. Здравствуйте. То есть, можно любые высказывания сформулировать, просто перевернуть все посылки, как мне удобно, и создать большую непротиворечивую систему, в которой будут оправдываться всевозможные, ну, так скажем, изуверства. От навязанных в общем. Я вообще не представляю, что может быть более бесполезным, чем непосредственно, в общем-то, рационализация этики. Просто пиздец, какая бесполезная хуйня. Потому что с тем же самым, в общем-то, пафосом, с которым у нас рационалисты пытаются осмыслить этику, я могу с тем же самым пафосом, в общем-то, её уничтожить, так скажем. Ну, то есть, высмеять, показать, какие суждения в рамках этики могут быть непротиворечивы, вполне так себе логичны. Их даже в систему можно большие, в общем-то, как-то связывать. Ты избавился от всех страстей. Ты перестал завидовать, ревновать, злиться, страдать, гневаться и дальше по списку. И что делать тогда, если мы признаём неразумность природы? Нет того критерия, по которому ты бы мог сказать, что теперь я буду делать жизнь лучше. И зачем... Как тебе лучше. Главный критерий твоё самочувствие в данном случае. Мен и стоицизм выступает против психологии в целом, где человек рассказывает о своих проблемах психологу. То есть, психология тоже по дефолту права. Или было доказано, что стоический подход негативен, может быть. Можно опыты тогда посмотреть. Можно, пожалуйста, ваши или не ваши, чьи-то научные публикации, желательно в большом размере, нескольких экземпляров, что не какие-то бомжи на 20 людях проверили это, а что реально была достаточно большая выборка. И более того, этот эксперимент был повторяем несколькими другими экспериментаторами. И желательно, чтобы всеми он был повторен и был получен хотя бы похожий результат. Я неплохо отношусь к стоицизму. Именно поэтому я его выбрал на первой курсовой. Ну, я замечу, что это неплохое видео. Мы много всяких там косячков, каких-то нюансов заметили. И, в принципе, множество путей для контраргументации самими, собственно, стойками. Если они заходят, мы тоже их отметили, я считаю. Достаточно уверенно и развивать ту аргументацию, которую я здесь начал, той же стойки могут вполне это подхватить и как-то доработать, исходя из своего опыта и знаний, лучших, чем у меня в стоицизме, безусловно, да? Вот. Но видео автора в целом неплохое. Я бы даже сказал, что несколько подкопов, они прямо, ну, тоненькие. Прям вот, прям вот хорошо подработал. Можно все равно ответить на них, но они такие, знаете, прям вот, прям вот заковыристые. ...опираются на физику. А физика стойков не актуальна для современного мира. Из этого вывод. Нам либо нужно отрицать и этику вместе с физикой, либо искать новые. Ну, тут проблема, опять же, заключается в том, что поздняя, собственно, этика стойков, вообще весь поздний стоицизм, это стоицизм без физики. И даже без логики, наверное, можно так сказать. Там просто этика. Просто одна сплошная безостановочная этика. Так что, в целом, оно вот. ...основания для этики. Я посмотрел все популярные лекции, подкасты, разговорные ромики на ютубе и прочел с десяток статей, где говорилось про применение стоических идей в наши дни. Как итог, никто не ставит вопрос про переосмысление стоицизма. Все берут за Догму, Зенона, Синеку, Марка Аврелья, Эпиктета и менее известных стоиков. Цитируют их и на... Ну так, почти все поздние стойки, они как раз без физики практически выступают. С чистой этикой практически. Вот многие Эпиктеты, что еще... Это и основис. Продолжение следует...